приветствую вас дорогие друзья уже в 2021 году перед тем как начать обзор мода для евротрак симулятор я скажу немножечко про city car driving хотел я сделать несколько обзоров в этом уже году по city car driving вышло немало модов но я проверив 4 мода отказался делать вообще обзор вам скажу какие моды чтобы вы их даже не включали потому что зря потеряете время это во первых aston martin virage джип гранд широкий у меня тут приписка к нему что приборка не видно infinity q60 и maserati quadro port sport тоже там какая-то проблема с стойками какая-то каша из текстур принципе я на форуме написал пускай читают и исправляют что касается топ топа по city car driving я уже ним занимаюсь он будет состоять исключительно из модов которые под последнюю версию 1592 и никак иначе те что у меня были на обзоре естественно сегодня же мы посмотрим шкоду а именно кроссовер шкода корок 2018 года видим что свой салончик шкода сделан это очень хорошо это уже знак какого-то но качество давайте посмотрим модельку покрутим моделька выглядит замечательно мне практически все нравится но вот здесь как будто у нас царапина уже сделано и диски хотелось бы хромированные здесь я не знаю это какой-то просто крашеные диски давайте посмотрим еще где есть зазор я так понимаю что здесь в дверях также у нас зазорчики да действительно у нас есть некий зазор не знаю что там сзади за машиной должно быть но зазорчики по дверям есть но в целом моделька выглядит вполне себе неплохо если не вглядываться в эти зазоры и давайте по порядку пройдемся начнем с кабины у нас один вариант по кабине по шасси у нас уже есть несколько вариантов здесь у нас передний привод передний привод и полный привод и оба вот эти два варианта они идут с заниженным шоссе и завышенным ну давайте сделаем все таки внедорожную версии чтобы клиренс у нас повыше был выберем all drive и с высоким клиренсом дальше идем к двигателям двигатели у нас не сильные на 187 лошадиных сил смотрим что у нас по передачам 7 передач что по интерьеру интерьер в единственном экземпляре давайте его посмотрим здесь потому что я поставил frosty winter mode а там вы знаете что темновато будет зимой давайте посмотрим на текстурки в целом текстурки вроде бы нормальные есть конечно к чему придраться вот посмотрите вот здесь такая зеленушка у нас это плохая текстурка сильно пожатая но если так вот не вглядываться смотреть прямо то у нас вполне себе неплохая приборка также обратите внимание что у нас сильно бликуют именно в гараже наши окна здесь какая-то затенение применяется но это уже нужно смотреть естественно в игре хорошо переходим к покраскам есть много предустановленных покрасок никаких скинов здесь нету только заготовленные покрасочки давайте про щелкаем все цвета посмотрим что нам автор подготовил ну принципе моделька всеядно можно любой цвет ей ставить так какой мы выберем цвет ну давайте вот таком на таком цвете остановимся кстати на таком цвете больше видны зазор от видим что там какие-то черные элементы и ну и вот эту вот царапину идем дальше на внешний тюнинг видим что здесь все по стандарту у нас только колеса меняются по внешнему тюнингу фаркоп тоже не присутствует у нас зеркала как основное и боковые у нас не меняются просто остались точки от предыдущей модели шкоды до моделька сделано шкода сделано основе шкоды то есть имейте ввиду что если вы поставите другой мод тоже основанный на шкоде они будут друг друга перекрывать и будет виден только тот мод который поставлен выше в менеджере модов так давайте посмотрим что у нас по шинам по шинам у нас два варианта второй вариант спорт видим что повыше но на мой взгляд выгоднее смотрятся первый стоковый вариант потому что на них лучше видно наш трак давайте поставим спортивные и диски тоже ставим спорт вот такие вот диски круто смотрятся конечно под черную покраску будут лучше даже смотреться и давайте поставим сзади то же самое все вот так вот мы это единственный тюнинг который здесь есть по внешке и по внутри тоже у нас тут тюнинга к сожалению нету вот так вот у нас все выглядит давайте покрутим в разные стороны посмотрим но смотрите вот здесь тоже присутствует зазорчик так ну где-то еще есть зазоры это сто процентов просто их под определенным углом нужно смотреть под определенным освещением мне главное что приборка выглядит вроде бы монолитно ничего не просвечивается кусок дороги не видно и это хорошо давайте уже переходим к игре но перед тем как перейдем к игре я вам покажу как не цепляется трейлер прям в гараже покажу и теперь давайте посмотрим как к нему цепляется трейлер сделаю я именно это в гараже потому что смысла его выкатывать на дорожку нету давайте посмотрим почему выбираем трейлер немножечко отсядем и вот смотрите вот такая вот подсадка трейлера будет тоже самое и в игре единственное что наш трейлер не будет висеть в воздухе он будет стоять на земле у него будет вот зацеп вот этот вверх смотреть он будет перекошен так что с трейлером эту шкоду корок я не рекомендую итак переходим уже к игре вот так вот он выглядит наша шкода уже в игре в принципе неплохо неплохо зазоры все-таки видны вот если мы смотрим на дверь то из справа и слева от двери у нас довольно таки серьезные зазоры я думаю не заметить их будет довольно таки сложно в принципе освещение вполне себе нормальная до зимняя немножечко темновато но мы можем ощутить все прелести нашего корока видим что тени у нас падают все нормально в принципе все нормально приборка видим что показано передача и километры в час но сразу наперед скажу что это все будет афория включаем двигатель слушаем звук довольно таки тихий звук я сейчас наверное прибавлю я прибавил но все равно звука как бы не хватает аудио заходим и давайте звук двигателя еще прибор прибавим вот тут так вот даже рискну поставить ни в одном транспорте и так не ставил тут действительно достаточно тихий звук давайте снова выключим и включим вот такой вот звук включения ну первое что хорошо это то что звук все-таки есть они отсутствуют смотрим что у нас с поворотниками видим что анимация поворотников есть это уже хорошо стрелочки также видны что у нас с регулировкой посадки давайте глянем руль соответственно нельзя подрегулировать давайте под отвинемся вот так вот ну что было видно больше нам обзор был виден gps хорошо и руль тоже чтобы было видно выключаем нашу еще раз поворотнички звук есть индикация есть сигнал и звук сигнала тоже присутствует ну это как бы основное я так считаю что первое требование от модов при переходе на версию 139 это присутствие звуков вот так вот следующее что мы тестируем это дождь а в нашем случае это снег и сейчас вы поймете почему я выбрал именно frosty mod почему я выбрал снег для тестирования этого автомобиля включаем плохую погоду видим что с лобовым и с боковыми у нас все хорошо а вот смотрите что у нас происходит здесь здесь у нас не правил неправильно настроена эта маска и вот это наша боковая стоечка средняя центральная получается вот так вот заснежена и также обратите внимание что у нас сзади происходит также не под это окно у нас все настроено у нас просто какой-то квадрат сделан ну будем будем не обращать на это внимание сверху у нас на люке тоже нету снега главное что спереди вроде бы все нормально пробуем открыть левое окно звук открывания есть но окно у нас не открывается и также заметьте что у нас не полностью закрашивается снегом наше боковое видим что такой маленький треугольничек остается без снега вот почему я выбрал именно снег потому что если у нас был дождь то вот это мы могли не заметить капли все-таки туда бы попадали со снегом лучше видно куда все-таки попадают вот эти снежинки и капли в том же числе в том числе давайте пробуем стереть это все дело включаем дворники а вот дворники работают идеально видим что они стирают все практически без никаких задержек как в city car drive здесь с дворниками все хорошо если анимация какая-то по дворникам по дворникам никакой анимации нету звук дворников также присутствует может вы не слышите но я вам это утверждаю давайте посмотрим на внешку на внешку у нас на внешке у нас дворники не работают точнее они работают но внутри салона вот посмотрите дворники есть физически они стоят но еще и в салоне у нас там работают дворники вот такая вот история поскольку мы уже снаружи давайте проверим сразу ночь проверим как у нас работает освещение довольно таки у нас темно вот так вот светят у нас парке средненькая бы сказал неси не сильно ярко смотрим что у нас поворотниками ну не знают поворотник это по моему просто какая-то . никакого отдельного места под него нету просто какая-то . загорается и все вот так вот реализованы здесь поворотники посмотрим что у нас сзади происходит сзади поворотники вроде бы нормально давайте попробуем стоп стопы хорошо видно вот к стопам нету никаких претензий они есть и сверху под крышей переходим в наш салончик выключим уже дворники хватит так даже три режима у нас дворника смотрите даже вот в темноте видно что вот где зеркало у нас здесь зазорчик видите светлая такая полоска это как раз там где у нас свет от нашего гаража вот здесь у нас будет зазорчик еще больше видно на правом зеркале отчетливо видно зазор ну сзади там тоже есть зазоры мы но мы туда смотреть не будем итак включаем свет в салоне видим что подсветка очень плохая немножечко стали светлее у нас светлее стали немножечко у нас стрелочки но остается довольно таки темно нажимаем на о естественно ничего не происходит на этой машине будет довольно таки сложно ехать в темное время суток это ночью даже вечером я думаю ну давайте вечер включим посмотрим для теста и обычно вечер не тестирую но сделаем исключение видим это зима вечер ничего не поменялось у нас достаточно темно ну пока что в руль видно это хорошо но приборку не видно абсолютно абсолютно не подсвеченная приборка у нас немножечко подсвечиваются стрелочки но это нам ничего не дает мы не не можем понять какая у нас скорость то есть приходится включать программный навигатор чтобы определиться в какой у нас сейчас какая скорость и сам навигатор тоже достаточно стусклый кстати о скорости сейчас мы будем ехать и вы посмотрите что тут дальше обстоит со скоростью и с нашими приборчиками как видим что у нас приборка якобы должна показывать километры в час но смотрите я еду стрелочка у нас двигается но цифровое значение по километров в час у нас не определяется и второе включу навигатор программный и сейчас немножечко потестируем наш спидометр как бы это тоже немаловажная такая немаловажный аспект 26 километров в час а стрелка у нас показывает уже на 40 ну давайте выйдем выйдем на прямую куда-то так машинок нету там светофор у нас так обратите внимание на наш спидометр он уже достигает 60 вот смотрите 60 а у нас еще 57 только и начинает падать то есть спидометр который у нас на приборке он врет нам это тоже плохо потому что если вы будете ездить с штрафами то вы будете их регулярно получать вот сейчас вот у нас 50 давайте опустим до 40 посмотрим где у нас будет стрелочка так так ну вот вот теперь вот тут у нас 40 двадцатка у нас не показывается почему-то давайте немножечко разгонимся до сотни попытаемся остановиться так 100 вы знаете тормозит сотни неплохо так нас пропускают сотни тормозился неплохо я вам скажу я ожидал худшего ориентировка по спидометру конечно оставляется желать лучшего непонятно где там 40 где 50 то есть вам лучше все-таки включать программный но он будет перекрывать gps принципе gps который у нас здесь установлен он показывает нормально и по нему можно ориентироваться машинка держит дорогу вполне себе нормально просто под нее еще нужно руль строить вот у нас дальше спальное место будет мы туда и наверно заедем так и разгрузка есть но машину на разгрузку я не буду вести трейлер цеплять к ней нельзя то есть к этой машине я рекомендую это максимум это пассажирские перевозки так заправка 200 метров на заправке я буду создавать затор так что я на отдых просто сверну где тут у нас где тут припарковаться вообще можно ну давайте просто станем здесь так сильно напарковано чтобы пропал значок все значок пропал ставим на парковочный послушаем звук кстати какое-то клацание есть но такое минимальное бы сказал уберем программный навигатор наш и давайте пройдемся по моду ну как вы поняли с моих комментариев мод мне не сильно понравился хотя вроде бы интерьер чек интересненький такой я бы сказал что не самый худший интерьер чек для любителей шкоды наверное он зайдет но даже по интерьеру есть тут некоторые зазоры на зеркале раз вот это наше основное зеркало посмотрите как она вставлена просто квадрат какой-то когда идет снег у нас это стойка накрывается снегом сзади тоже плохо настроен у нас снежочек стеклоподъемники здесь также не работают и тоже большой недостаток что вечером будет абсолютно не видно нашу нашу приборку подсветки приборки нет стрелочки довольно таки мелковатые трудно разобраться какая текущая скорость мы видим что сороковка если бы вот эти красные полоски были вот нас с шагом 20 километров в час было бы легче определять скорость а так мы не можем понять какая у нас точная скорость показания передач тоже не работают это буква п у нас просто такая статическая картинка так сказать глушим двигатель звуки здесь есть это единственное что хорошо что есть звуки по внешке по внешке у меня тоже есть претензии вы видели что в дверях есть зазоры кстати с от этого угла их не видно давайте посмотрим отсюда вот отсюда во нам уже видно зазорчики просвечивается у нас улочка просвечивается у нас модель к зазор такой я бы сказал серьезный но в целом модель к вроде бы неплохая никакого тюнинга не внешнего не внутреннего здесь нету ставлю этой модель ки я наверно 6 с плюсом 7 с большим минусом и будем ждать в новом нашем 2021 году каких-то лучше моделей на легковые автомобили на те же кроссоверы внедорожники очень очень их мало впереди нас ждет я уже работаю над топом для city car driving и также естественно будет топ для евротрак симулятор 2 это будет топ 10 потому что модов хороших достаточно много в топ 5 я никак не умещусь топ 5 у меня только идет за месяц спасибо что посмотрели мой обзорчик не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк этому видео и жду вас на дальнейших обзорах всем пока